область знаний лекция на радио звезда черная книга растений рассказывает доктор биологических наук ведущий научный сотрудник главного ботанического сада имени цицына российской академии наук наталья решетникова область знаний когда люди говорят красная книга обычно все уже понимают что это такое а что такое черная книга немножко отклоняясь от темы разговора я как-то раз читала детям вслух сказку о коньке-горбунке и там пишут донос на ивана басурманин ворожей чернокнижник и злодей мои дети они выросли при мне так как я занимаюсь флорой они беспрерывно слушают эти разговоры вокруг я им говорю дети то вы поняли о чем речь о чем был донос они так мнутся гону басурманин это значит иностранец и обычный иноверец ворожей злой колдун а чернокнижник и тут мои дети кричат чернокнижник это тот кто сажает чужеродные деревья мы знаем ну так вот черная книга это книга предназначена и призванная к тому чтобы ограничить расселение чужеродных видов хоть каким-то образом разным если красная книга у нас уже имеет статус государственного документа то черные книги пока еще нигде не имеют статуса государственного документа на ученые уже рекомендательно много раз об этом говорят и пишут региональные ученые составляет списки видов по регионам на которые нужно обратить особое внимание на их расселение и желательно принять уже какие-то государственные меры соответственно чужеродные виды это те которые на нашу территорию когда-либо были занесены либо сами пришли либо вынесены из посадок на нашей территории когда-то был ледник и в общем то все виды среднероссийские ее когда-либо заселили почему мы вообще принципиальное внимание уделяем вот этим видам которые начали расселяться сейчас почему хочется ограничить виды которые аборигенные виды росли здесь достаточно давно но некоторые из них прогрессируют изменяют ареал это нормальный процесс от видов которые с других континентов из других регионов выделяются как бы в отдельную группу нашей флоры дело в том ну как сказать вот для меня было как-то так когда я пыталась для себя это определить что есть естественные процессы миграции видов например да там вот волчья стая переселяется там оленье стадо но это я конечно ботаник говорю смешно но условно говоря можно себе представить миграцию копытных там миграцию хищников какие-то между ними внутренние отношения и они наверное очень были похожи на миграции человеческих потоков и воины древних времен когда там сталкивались какие-то армии когда вместе с собой там пускай везли кочевники лошадей все остальное но это был более-менее естественный процесс преобразования мира а теперь если мы представим себе атомную бомбу которая сбрасывается естественный процесс преобразования мира на этом кончается получается если мы представим себе работы там бульдозеров когда мы за один день можем уничтожить вообще весь лес там прийти и капитально не просто пожаром который был более-менее естественный пожар были всегда а вообще вот как бы было болото мы его миллиарировали и нету больше болото мы современными силами человека можем поменять мир противоестественным образом и вселение и распространение чужеродных видов сейчас оно может поменять наше сообщество не естественным а противоестественным образом и поэтому это как бы вот получается как бы бомба замедленного действия если вид сам по себе вселяется расселяется он более менее естественно встраивается в наше растительное сообщество и в нашу природу а если мы резко устраиваем большие массовые посадки мы не можем предсказать чем это кончится мы своими руками устраиваем себе условно говоря с точки зрения биология – это бомба замедленного действия. Если мы ведём массовые посадки чужеродного вида на территории, ну, это, конечно, резко сказано, но иногда хочется сказать, что это биологический терроризм. Очень многие не так давно начали интересоваться этой проблемой, потому что раньше такого количества трансформаций окружающей природы не было. И я горжусь тем, что я работаю в главном ботаническом саду, и эти первые исследования начинались в том числе и у нас под руководством Юлии Константиновны Виноградовой, нашего сотрудника, Василия Дмитриевича Бочкина, сотрудника нашей лаборатории. К сожалению, он уже скончался, но он очень хорошо и много знал адвентинную флору. И современные, очень интересные работы моего учителя, в том числе Сергея Робертовича Майорова из Московского государственного университета. Вот они первые начинали смотреть влияние чужеродных видов на мир и изучение их расселения. Чёрная книга растений Область знаний Мне кажется, что очень удобной представляется концепция о стадии натурализации вида на чужой территории. То есть мы можем посадить растение, которое на чужой территории пальма сразу загнётся. Например, оно вообще не выросло, оно не натурализовалось. На первом уровне вообще нет. На втором уровне оно вырастает, но не размножается. Допустим, не цветёт, и таких тоже мы можем много придумать там в московских посадках туя. Вырастает, но семян не даёт. Следующий уровень – это растение, которое размножается и сохраняется на месте, потом начинает расселяться, уже размножаясь не просто на своей территории, а начинает осваивать новые территории. И последний уровень натурализации, оно не просто встраивается в наше растительное сообщество, а их меняет. Меняет их облик. Для таких растений было предложено название трансформер. Оно очень, ну как сказать, очень образное, да, когда мы видим, как наши луга изменились под воздействием борщевика, мы можем сказать, что вот это вот трансформер. И по результатам расселения чужеродных видов, большая часть видов, которые натурализовались на территории и легко расселяются, пришла не случайно, а из культуры, из массовых посадок. Вот это ужасно. То есть ощущать себе, что мы сами себе злобные хомяки, мы сами себе насадили, а потом хотели как лучше и получилось как всегда, мы получаем такой результат регулярно. Из массовых посадок размножаются виды, которые начинают менять нашу среду обитания вокруг. Причём мы часто не можем предсказать, какой вид начнёт так себя вести. Вот всем известный клён есенелесный, характерный для городских посадок Москвы, более 20 лет испытаний его в культуре, в течение этих 20 лет он не размножался и не расселялся. То есть он размножался, но не расселялся, извините, я неправильно сформулировала. И после этого он был рекомендован к массовым посадкам. И когда начались массовые посадки, вот это большое разнообразие генетического материала при массовых посадках дало возможность какой-то группе этих клёнов, удачно освоить окружающую среду. И теперь мы наблюдаем, как он расселяется и размножается и вытесняет наши ивы в долинах рек. Причём в городских посадках это замечательное дерево, он устойчив к соли, он устойчив к раздействию среды, он не даёт пуха семян, как тополя, которые тоже устойчивые, но всё время вот этого аллергии тополиные люди ощущают. Он для человека не наносит особого ужасного вреда. Но расселяясь на наших реках, он реально трансформирует и меняет их облик. И это мы наблюдаем постоянно. Вообще наши растительные сообщества очень уязвимы к внедрению чужеродных деревьев. Чужеродных трав расселяется гораздо меньше, чем чужеродных деревьев. И даже какое-то название часто нет для растений, которые мы наблюдаем в природе. Вот галензога мелкоцветковая, название галензога, южноамериканское растение. Нельзя сказать, что оно прямо такое вредное, но оно сейчас по всем огородам, по всей Москве, везде растёт. Но чужеродные деревья, у нас состав деревьев нашей флоры более обеднён за счёт последствий ледника по сравнению с Америкой, с другими континентами. Поэтому чужеродным деревьям к нам вселиться легче. И это происходит постоянно. Вот, например, по мониторингу растений, которые проводятся на охраняемых территориях. Я недавно изучала заповедник Калужские засеки. В начале XX века на этой территории работали два ботаника, орловские, калужские, хитровой и флёров. И они отмечали на территории один чужеродный вид, мелколепестник канадский. По современным данным, на территории отмечена охраняемый, который охраняется уже много лет. Более 35 чужеродных видов, из них 20 в естественных местах обитаниях. Соответственно, вот это вот постоянное изменение нашей природы вокруг, мы не можем его предсказать. Поэтому хочется каким-то образом попытаться это ограничить. И в чёрной книге, по аналогию с красной книгой, были предложены такие, ну, категории. Только если в красной книге это категории сохранения, то в чёрной книге это категории борьбы. Чёрная книга растений Область знаний Первая категория борьбы – это «увидел и убил». Это то, что реально опасно для нас, опасно для жизни людей и здоровья. Ну, к первой категории, например, можно отнести борщевик Сосновского. Это вид, который реально нужно и государственными программами, и программами общественных организаций пытаться срочно ограничить его численность. Вторая группа видов – это виды, которые нужно из массовых посадок заменить на какие-то другие. Тут каждый регион должен решать сам. Потому что в некоторых регионах и в городах в том числе многие обычные аборигенные виды не выживут. То есть если мы где-то можем за границами Москвы, там, лесополосу, очевидно, что не нужно высаживать клен и синелистные, то, может быть, в центре Москвы другие виды-то и не смогут существовать. То есть каждый регион должен решать отдельно. Третья группа видов, последняя – это виды, которые не нужно использовать для массовых посадок. То есть если они где-то уже есть, ну пусть есть, но новых таких посадок создавать не нужно. И последняя группа – это виды для мониторинга. Виды, с которыми мы не знаем, что делать. Вот учёные, ну, не понимают, как их извести. Но, тем не менее, хотя бы отслеживать их распространение. То есть мне кажется, что чёрная книга должна существовать отдельно от списка чужеродных видов территории. Список чужеродных видов важен для учёных, важен для мониторинга, а из него нужно выбрать виды небольшое количество, требующие специальных мер, которые мы можем предпринять, самое главное. Не просто какие-то вообще вот списки видов, которые стали можно, а какие-то конкретные работы, которые могут быть предприняты по ограничению их численности. И вот тогда их уже включать в чёрную книгу. Мне кажется, что чёрная книга – это очень удобный инструмент для направления и действенности, например, школьников и любителей природы. Потому что если школьники начинают работать с краснокнижными видами на охраняемых территориях большой толпой, то сколько они, как сказать, смогут улучшить, не факт, что они при этом что-то ещё и не ухудшат. Это иногда бывает трудно отследить. А при работе с чужеродными видами здесь добавляется такая интрига, что мы про них ничего не знаем. Мне кажется, что это настолько интересно, что каждый школьник может сделать открытие, которого не делали раньше. И даже если об этом виде что-то известно на другой территории, на нашей он может вести себя совершенно не так. И вот эти вот наблюдения или попытки ограничить численность чужеродных видов, они, во-первых, приносят конкретный результат, пусть даже там на небольшой территории, а во-вторых, реально позволяют человеку сделать просто открытие. Мне кажется, что это очень здорово. Например, вот про открытие школьников. У нас самым распространённым растением из чужеродных, по моим подсчётам, в Средней России оказался мелколепестник однолетний. Вот я говорю название мелколепестник однолетний. У человека образа перед глазами не возникает. А реально он выглядит как миленькая-миленькая ромашечка с очень тоненькими по краю лучками, ну, лепестками. Только это не лепестки, а отдельные цветки. И когда я говорю ромашка, у человека уже образ возникает. На самом деле этот образ уже, образ у человека тоже сместился на образ чужеродного вида. В очень многих сериалах, которые я вижу сейчас. Молодые люди, протягивая девушке букет ромашек, протягивают ей не ромашки даже вовсе, а мелколепестник однолетний, который гораздо проще найти и сорвать, и который растёт на всех нарушенных участках вдоль дорог, по всем полям и по залежам. То есть это ощущение смещения, как сказать, трансформации наших сообществ случилось уже даже в трансформации воображения людей. Образ ромашки сместился на образ мелколепестника. Чёрная книга растений Область знаний Недавно я видела рекламу магазина, где говорили к тебе с заботой и протягивали как раз букет мелколепестников вместо ромашек. Уже само название мелколепестник однолетний говорит о том, что он долго не живёт на территории, но почему-то сохраняется. И вот школьники, с которыми я работала, во-первых, придумали, как он расселяется. Во всех книжках было написано, что он расселяется ветром. Я говорю, ну как же ветром, когда он растёт внутри леса? Внутри леса сильного ветра нет. И ребята проверили, что он очень хорошо липнет к шерсти животных. Они просто там сначала собрали друг друга светора и пледы и обнаружили, что он липнет и к пледам, и к шерсти, и к светорам. И таким образом по нашему лесу его дальше уже начинают разносить животные, и у него другой путь расселения. А кроме того, они начали его проращивать в разных банках с нашими аборигенными растениями. И оказалось, что при развитии проростков семена мелколепестника полностью подавляют развитие проростков нашего клевера, частично нашей овсяницы. Но улучшают развитие чужеродной астры американской, которая с ним вместе растёт. Вот такая история. И вот так вот наши поля меняются. То есть он реально сейчас везде на полях аспектирует, вот на залежах. Аспектирует, значит, даёт цветовой фон. Его реально сейчас очень много, всё больше и больше. Ещё один страшный пример, когда Юлия Константиновна говорила, что почему чужеродные растения продолжают высаживать, хотя мы вроде уже понимаем, что это вредно. Она говорит, понимаете, Наташа, красота – это страшная сила. Вот люпин, он красивый. Да, он там кого-то вытеснил в Ирландии, у них там не осталось аборигенных лугов, все они покрыты люпином. Но он такой красивый, что его всё равно будут продолжать сажать на дачах. Пока мы не расскажем, что вот это красивое растение нужно ограничить в массовых посадках, люди будут продолжать его сажать, потому что красота – страшная сила, никуда не денешься. Ещё один пример этой ужасной страшной силы – это белая акация, рабиния. У неё даже нет русского названия, она называется «Рабиния ложная акация» по латыни, а на русский её переводят как «белая акация». Когда она в посадках городских, это прекрасно, красивое дерево, романтическое, с романцем известным. Но, к сожалению, местами этой белой акации засеивают степи. Наши степи – это уникальное сообщество, которое формировалось тысячелетиями на границе лесостепи. Вот наши луговые степи, они одни из самых богатых по количеству видов вообще на единицу площади, и как и медоносных, и лекарственных, и каких угодно. Но считается, что эта акация даёт мёд, хотя наши степные растения не меньше его дают. И при улучшении окружающих условий была изумительная программа, придуманная в Белгороде, которая называлась «Зелёная столица» по озеленению населённых пунктов, и она действительно нужна и по созданию лесополос. Нужна и правильно. Но при этом непрофессиональные люди засеивали меловые склоны и степные склоны посадками этой рабинии, под которые всё наше вымирает и прекращается. И получается, что даже само название «Белгородская область с белыми горами» перестаёт существовать и в сознании людей тоже, потому что все эти белые горы засаживаются. Все наши вот редкие-редкие степные растения уничтожаются расселением этого чужеродного вида. Мне кажется, что для этого и нужна чёрная книга, чтобы люди понимали, что вот это вот можно делать, а вот это нельзя, ни в коем случае. Рассказывала доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник главного ботанического сада имени Цицына Российской Академии наук, Наталья Решетникова. Область знаний